Привет, девушки! Сегодня мы поговорим с вами про старомодные комбинации одежды. Дело в том, что устаревшими могут быть не только сами элементы одежды, но и способы их комбинирования. Иногда можно даже спасти какую-то не суперсовременную вещь при помощи сочетания ее с более современными вариациями одежды. Итак, какие же это 5 старомодных комбинаций одежды? Первое – это сочетание обтягивающих брюк с обтягивающим жакетом. Ну или не обтягивающим жакетом, но достаточно коротким, куцым, приталенным жакетом из серии тех, что мы носили с вами лет 5 или 7 назад. Сейчас такая модель жакета уже устарела, мы носим более длинные формы, более объемные. В этом сезоне вообще это какой-то супер оверсайз, даже не с мужского плеча, а с плеча вашего дедушки условно. Ну и брюки в этом сезоне тоже совершенно другие. Когда вы сочетаете в одном комплекте сразу и брюки по фигуре, и жакет коротенький по фигуре, то можно почти с уверенностью сказать, что такой комплект будет очень сильно выдавать свою отсталость от современных тенденций. Вторая устаревшая комбинация – это джинсы скинни в сочетании с обтягивающей трикотажной майкой или футболкой. Начнем с того, что джинсы скинни вообще в принципе сейчас не самая актуальная модель джинсов. Сейчас все-таки в большей степени используются более объемные модели прямого или полупрямого покроя. Но иногда можно джинсы скинни показать, преподнести красиво в случае, если для этого у вас подходящий тип фигуры и опять-таки вы сочетаете такую модель джинсов с более современной одеждой. В том случае, если вы будете носить джинсы скинни в сочетании с обтягивающей трикотажной футболкой или, например, водолазкой и ничем больше не добавлять или не разбавлять, то этот комплект точно можно считать неудачным. Следующая устаревшая комбинация это джинсовые шорты в сочетании с футболкой с невнятным принтом. Дело в том, что принты и цвета тоже подвержены вене моды. Может быть, конечно, в меньшей степени, но все-таки какое-то общее настроение у тенденций определенно есть. И если раньше мы с вами смело носили футболки с разнообразными принтами, то сейчас, если мы говорим о принте, то это может быть, например, минималистичная надпись, но не какие-то алиповатые цветочки или еще какие-нибудь полудетские картинки на ваших футболках. Определенно лучше надеть футболку однотонную с современного покроя джинсовыми шортами. Это будет намного лучше, чем если вы будете надевать джинсовые шорты с вот такой вот полудетской футболочкой. И в том, что касается самих шортов, тоже бывают модели разные, определенно неудачные. Можно считать обтягивающую модель джинсовых шорт, которые еще выполнены из такой стрейч ткани. В том, что касается джинсов и джинсового материала, то даже фактура сейчас в моде более плотная, не стрейчевая, которая держит в какой-то степени форму и, конечно же, очень важен объем. Следующая устаревшая комбинация особенно будет интересна девушкам, которые работают в офисе, потому что такая ошибка больше присуща именно офисному гардеробу. И это сочетание юбки-карандаш длиной до колена вместе с шелковистой блузой, особенно если она декорирована какими-то элементами типа кружева или, например, у нее старомодный уже цвет, допустим, коралловый или такой вот мятно-голубой. Это сейчас не очень актуальные модели и особенно плохо они смотрятся друг с другом, потому что, повторю, даже если устаревшие вещи разбивать и сочетать с современными вещами, иногда бывают такие ситуации, что их спасти можно. Что касается юбок-карандаш, то сейчас мы в большей степени носим юбки ниже колена, примерно сантиметров на 10, то есть длина до колена сейчас не самый актуальный вариант, определенно. И блузы носятся шелковые, но они должны быть однотонные и тоже в цветах сезона. Как правило, это может быть, например, красивый цвет шампань, айвори или белый. И декор, который актуален сейчас, это, например, декор пуговицами. Эта блуза может нам напоминать викторианский стиль. И последняя на сегодня устаревшая комбинация одежды. Это юбка-тюльпан в сочетании с обтягивающим коротким кардиганом. И та, и та модель одежды сейчас уже не актуальна. Как и в том, что касается остальных элементов одежды, сейчас мы, повторюсь, больше носим ту одежду, которая достаточно объемная или, по крайней мере, между вами и вашей одеждой должно быть какое-то расстояние. То есть полное обтягивание сейчас абсолютно не актуально. Это, пожалуй, самая главная ошибка всех тех девушек, которые совсем не следят за модой. Тот же кардиган, в принципе, можно использовать в том случае, если он будет удлиненный, если у него будет объем. Но такие варианты, как носились тоже лет пять назад, особенно это были кардиганы в сочетании, например, с таким же трикотажным топом. Коротенькие, из тонкой ткани, из тонкой фактуры, это уже устаревшая модель. То же самое касается и юбки-тюльпан, потому что, возвращаясь к предыдущему пункту, я говорила о том, что сейчас мы носим больше совсем другие модели юбок, более лаконичные по своему покрою, более элегантные, более классические и другой длины. Ну что ж, это все комбинации, которые морально устарели, о которых я хотела вам сегодня поведать. Я надеюсь, что вы возьмете на заметку те рекомендации о том, как заменить эти устаревшие комбинации на более актуальные и попробуйте внедрить эти идеи в свой имидж и в свой гардероб. До новых встреч, друзья!